Своими насаждениями на участке дачница, а по совместительству еще и председатель садово-дачного товарищества Ольга Нефодина гордится. У меня на участке сирень из питомника, знаете, какая огромная. Но помимо радостей у нее полной забот. Как у председателя, у Ольги Нефодиной возникает очень много юридических вопросов. Поэтому в субботнее утро она приехала из Чапайска в Самару в школу садоводства. Расписание первого занятия плотное. До обеда разъяснение юридических тонкостей деятельности дачных кооперативов. А после лекция о том, как ухаживать за Косточковыми. А это рассказывает Ольга. Для их товарищества больная тема. Ой, вы знаете, в нашем СНТ очень болезненно. У нас деревья очень плохо растут. Болезнь, знаете, как мелиоз, что называется, короче, рак по-русски, да. У нас очень большая влажность. Со всех сторон мы окружены озерами и очень большие подземные воды у нас близко. Приехали мы за знаниями, чтобы, как говорит, своим садоводам доводить права, обязанности. Очень много спрашивают, очень много проблем в садоводстве. На занятия в школу садоводства могут прийти все желающие. Они проводятся бесплатно на средства гранта, который Фонд поддержки и развития сельского хозяйства и садоводства выиграл у Министерства экономики и социального развития. В этот раз записались около ста человек. На правовые вопросы отвечает юрист. А об уходе за Косточковыми рассказывает ученый Анатолий Николаевич Минин. Занятия будут проводиться раз в месяц по субботам в четырех городах Самарской области. В Самаре, Новокубишевске, Тольятти и Жигулевске. В какой-то период времени у нас вдруг образовалось такое востребование, что председатели начали звонить и спрашивать о законе 217, об их изменении и так далее. Что делать? И вот тогда уже мы решили, вот у нас есть юрист, решили проводить вот такие вот занятия. На следующих занятиях обсудят уход за ягодниками, за яблонями, правильную обрезку деревьев, а также как выращивать розы и виноград. Ксения Баканова, Виктория Шара и Константин Головин. События.